В Ишеевке состоялась встреча местных жителей с сотрудниками военкомата и общественниками-ветеранами боевых действий. Главная тема – военная служба по контракту и формирование добровольческих батальонов. Вступить в новые подразделения смогут мужчины до 60 лет, которые имеют на руках военный билет. Контракт заключается на разные сроки в пределах года. Зарплата от 200 тысяч рублей в месяц. Бойцов обеспечат страховкой, экипировкой и медикаментами. По поводу работы. Многие задают вопросы. Вот мы сейчас уйдем на 6 месяцев. И сохранится ли рабочее место? Отвечаю на этот вопрос так. В понедельник военный комиссар области лично при мне сказал, что по каждому человеку, который обращается с желанием поступить на военную службу по контракту и желает сохранить свое рабочее место, будет проведена работа по сохранению рабочего места. На встречу взяли слово и представители ветеранского и патриотического движения. Многие из них служили в горячих точках, в том числе и на Донбассе. Их мнение однозначно. Ребята, вот когда говорят, а что больше воевать там некому или еще что-то, давайте с вами, честно, будем говорить, что в армии у нас с вами сейчас кто воевает? Ну, те ребята, которые намного моложе нас, которые сыновья годятся, правильно же, которые после армии заключили контракт. Вот они сейчас отстаивают, как говорится, часть нашу Родину. И, понимаете, нашим вооруженным силам надо помочь. Надеюсь, руководство меня поймет. Все-таки могут дать мне несколько месяцев отгулов. И я, как все наши патриоты российские, которые уже были там, многих я знаю, многие мои товарищи, внесу свою лепту по защите прав граждан, российских граждан Донбасса и Луганска. По вопросам поступления на военную службу по контракту можно обращаться в пункт сбора. По адресу улица Карла Маркса, 39А, телефон 35-6278, код города 8422. А также военкоматы по месту жительства. Сергей Пузиков, Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск.